Один из похищенных моих дядей вышел на пенсию, работал там всю, не знаю всю ли жизнь, но последнюю часть своей жизни, вот с момента появления у нас этой российской оккупации, был их человеком, работал в их системе МВД, причем на руководящих должностях был. Вышел на пенсию вот недавно. Кадыров, знай, на веки твой род запомнят, как борцов с женщинами. Валлахи вам этого народ не простит. Добрый вечер, Томсо. Можешь озвучить отдел полиции Астрахани, который передал родичей в руки кадыровцам, их надо прославить на весь мир. Добрый вечер. Я, к сожалению, не знаю, какой это отдел, понятия не имею. Но это происходило именно так. Они вызвали местный отдел, то есть местные менты вызвали сестру моей жены, а там уже передали ее. В руки кадыровцев, которые были в гражданке и на машине с номерами с чеченским регионом. Томсо. Недавно Шевченко в своем эфире на вопрос о том, слышал ли он, что родственников критиков Кадырова похитили и как он это прокомментирует, он ответил, да, слышал, этим должны заниматься соответствующие органы. Шевченко тут прям как капитан очевидность. А что делать, если соответствующие органы их и похищают? Воевая ситуация, интересно, кто должен этим заниматься? Томсо, ты не хочешь напроситься на интервью с известными журналистами, блогерами и говорить об этих преступлениях их власти? Я готов говорить об этом с любыми блогерами, политиками, с людьми, которые могут как-то повлиять на эту ситуацию. Я, в принципе, это и делаю. У меня были интервью. Это ситуация, на которую реально должен обратить внимание весь мир. Мир должен обращать внимание не только на представителей каких-то меньшинств и не только на громкие ситуации, направленные против российской власти. Мир должен также реагировать и на то, что эта же власть делает против обычных людей или критиков этого режима. Вас критиковать очень опасно, Рамзан Ахматович. Вот один жидкобородый европеец сказал, что те, кто вас критикуют, потом пропадают. Пропадают также родственники. И привел список из 17 человек. Собственно, где вы их всех держите? Она, кстати, в своем вопросе говорит про 17 человек. Один раз говорит 18, другой раз 17. Хотя похищенных их просто десятки. 35 человек просто из родственников Янгульбаева похищено. Потом часть из них отпущена. Кого-то мы, они по крайней мере, еще не знают, отпустили ли всех или нет. То есть, в целом, там похищены десятки людей, если не сотни. Это огромное количество. Эти люди взяты в заложники. Это очень серьезный инцидент, на который должны обращать внимание. Скажите, как вы относитесь к главам Кадырова? Кровную месть никто у нас не отменял. Я не мусульманин, просто человек. Все-таки мы живем в 21 веке, век демократии и закона. Честно сказать, не поймешь этого тоже, потому что был у нас год один, я не помню, что это за год. Они тогда, наоборот, объявили, что это год прощения всех кровных местей. Заставили там всех прийти к примирению. Сказали, что все, вопрос с кровными, с кровной местью у нас решен. Но тут я с ним в целом, конечно, согласен. Кровная месть у нас никто не отменял, это правда. От того, что там они всех примирили. Кровная месть, конечно же, она существует. И все те преступления, которые сегодня совершаются, за них, конечно же, будут мстить. В этом нет никаких сомнений. Ее действительно никто не отменял и не отменит, это правда. Но просто Кадыров ее, в его представлении кровная месть, это не то, чем она реально является. Под кровную месть, во-первых, не подпадают ни в чем не повинные люди, это первое. Второе, кровная месть, она невозможна там, где нет крови. Кого я или другие люди, чьих родственников они похитили? Кого мы убили? Где на нас кровь? Какая кровная месть может быть? Кровную месть и неприкосновенность чести женщин никто не отменял, говорит Оскар Борс. Я и не говорю, что это кто-то отменял. Я полностью согласен, что никто этого не отменял. Главное, чтобы это все применялось в рамках каких-то правил. Чеченские обычаи и традиции тоже никто не отменял. И зашквар по чеченским обычаям и традициям тоже никто не отменял и не отменит. Посягательство на родственников со стороны жены и со стороны матери, это зашквар, после которого нет зашквара в чеченских обычаях и традициях. Никогда ничего подобного не происходило у нас. Друзья, перед тем, как задать этот вопрос, поставьте себя на мое место. О чем вы говорите? Представляете эту родню? Сколько там человек? А готовы ли эти люди выезжать? Даже если бы у меня была такая возможность. Вы думаете, эти люди хотят оттуда уезжать? А вы также берете ли во внимание, что часть из похищенных людей Это вообще люди из системы, они работают в этой системе, в этой кадыровской. Кто-то работает, кто-то работал. Один из похищенных моих дядей вышел на пенсию, работал там всю, не знаю всю ли жизнь, но последнюю часть своей жизни, вот с момента появления у нас этой российской оккупации, был их человеком, работал в их системе МВД. Причем на руководящих должностях был. Вышел на пенсию вот недавно. Полностью человек из их системы. Куда вы думаете он уедет? Он вообще наверное считал, что он в безопасности, что его это не постигнет. Но они здесь не выбирают, они даже своих людей, которые в принципе в доску являются их людьми, даже этих людей не похищают и заставляют нести ответственность за меня, за мои действия, за мои слова. У меня уже давно одностойкое убеждение кадыров встит всему народу за смерть своего отца. Он ненавидит чеченский народ весь. Я не знаю, что там насчет его отца. Если он ищет убийцу своего отца, то ему нужно их искать в направлении федерального центра. Я вообще не причастен к убийству его отца. Никакого отношения к этому не имел. В момент убийства его отца я вообще спал. Я тебе честно скажу, Кадыров, я даже не проснулся от этого взрыва. Я когда проснулся, а я живу, ну жил прямо рядом с этим стадионом, как вы знаете, из моего окна, из балкона был виден этот стадион, но я даже не проснулся от этого взрыва, от стрельбы, которые там происходили. Узнал о том, что твоего отца убили только уже после того, как вышел на улицу. Смотрю, там что-то люди говорят об этом, паника какая-то. Так что я к этому не причастен, поверь. А мои родственники тем более. Если шантаж с родственниками окажется эффективным, то они и дальше продолжат его применять. Могут даже потребовать вернуться домой. Нельзя никак поддаваться на этот шантаж. Да, это конечно, это понятно, что никакого результата этот шантаж не даст. Ни рот вы не закроете, ни напор этой критики, он тоже меньше не станет. Абсолютно как бы это. На мою деятельность это не повлияет. Но это на вашу же репутацию, хотя говоря про вашу репутацию, конечно, какая у вас может быть репутация. Но это просто каждый раз вы пробиваете дно. Когда кажется, что все уже, куда вы дальше, там уже нет больше ничего, но нет, вы опять показываете, что есть. Пусть Аллах укрепит тебя и твоих родных, и всех, кого сдержали. Иппон, эмоции переполняют. Хочется выговориться на им понятном языке. Кадыров, знай, на веки твой род запомнят, как борцов с женщинами. В Аллахе вам этого народ не простит. Субтитры создавал DimaTorzok